свою прокуратуру, МВД и службу безопасности. Об этом сообщил спикер парламента автономии Владимир Константинов. Он добавил, что после референдума, назначенного на полуострове на 30 марта, в состав автономной республики может войти город Севастополь. Сейчас по украинским законам у него особый статус. Сегодня же в Симферополе подписано соглашение о сотрудничестве экономическом и гуманитарном между автономной республикой Крым и Татарстаном. Продолжит Антон Степаненко. Заявление Киева о том, что против угрозы повторения Майдана в Крыму выступили только русские, легко опровергает простой пример. Отряды дружинников, которые контролируют улицы крымских городов, стали интернациональными. В них русские, украинцы и крымские татары. Вы там себя так быстро не стоите, сюда растянитесь, чтобы тот гуманитарный открытым не оставался. Это здесь он расставляет дружинников. Вчера у прокуратуры, сегодня у Совета министров. А вообще Энвер – строитель. В его отряде ни воинов-афганцев, ни ветеранов вооруженных сил, только гражданские. Весь день расписан на смены, исходя из того, кто после учебы или работы может прийти. Это наша родина, это наш Крым, и мы здесь живем. Мы хотим жить спокойно, чтобы наши дети гуляли в парках, ходили спокойно в школу, и чтобы они ночью спали спокойно, чтобы им в окна не летели ни камни, ни коктейли молотова, чтобы не громили наши магазины, банки, учреждения наши государственные. Мы хотим спокойствия, стабильности. Крымские татары – третья по численности национальная община полуострова после русских и украинцев. От их настроения во многом зависит ситуация в Крыму. У нас здесь нет ни одной жертвы, никакого кровопролития. Пытаются они столкнуть татар, но мы здесь в дружбе живем. Пока не получается у них никаких провокаций. С российским татарстаном у крымских татар давние исторические связи, поэтому сегодня в Симферополь приехал глава республики Рустам Мениханов. На переговорах с премьером-министром Крыма Сергеем Аксеновым и спикером парламента Владимиром Константиновым обсуждали помощь и экономические проекты. Во-первых, инвестиционная привлекательность Крыма, она очевидна, и, конечно же, бизнес Татарстана готов сюда прийти с инвестициями. Второе, республика Татарстан – один из крупнейших промышленных регионов Российской Федерации. Мы производим, начиная от самолета, завершая, я не знаю, чем. То есть огромное количество продукции, которые производятся в Татарстане, оно востребовано и необходимо здесь. Лидеры Крымско-Татарской общины принимали его в бывшей столице Крымского ханства Бахчисараи. После общей молитвы и обсуждений ситуации в Крыму и на Украине разногласий никаких не нашлось. Пусть никто не переживает живущие в Крыму, славяне и мусульмане. Мы жили 25 лет, еще будем дальше жить сотни лет. В Симферополь из Киева сегодня приехала и представитель ОБСЕ Дуня Миятович. Ситуация в Крыму, настроения жителей, предстоящие референдумы, о статусе ее не интересовали. В отличие от Киева, где радикальная группировка «Правый сектор» объявила охоту на российских журналистов, именно в Крыму представительницу ОБСЕ обеспокоили условия работы прессы. Самое важное, чтобы вы были в безопасности, и это мое заявление всем. Руки прочь от СМИ, руки прочь от журналистов. Правоохранительные органы должны обеспечить их безопасность. Не манипулируйте. Идите к себе и манипулируйте там. Мы в Сербии было ОБСЕ. В Сербии видели, как уничтожали, как уничтожали людей. Их уничтожили. Сербов, как таковых, в Косово уничтожили. Где было ОБСЕ? Они видели, они контролировали, они все видели. Все было записано. Сейчас они приедут сюда. Все увидят, все посмотрят, все сделают все с точностью до наоборот и уедут. Это был не единственный посланец из Киева. Агитировать солдат украинских частей в Крыму, подчиняться приказам из столицы, приезжал и бывший министр обороны маршал Кузьмук. Его послушали, но диалога даже с жителями полуострова у него не получилось. Всегда к Крыму очень осторожно власть относилась. Очень осторожно. И, наверное, очень плохо, когда не решало задачи более сложные, чтобы не потерять тот баланс, баланс спокойствия, который здесь был. Как старший брат России, протягивают руку помощи. Руку помощи. На сегодняшний день наши солдаты, вы видите, в каком они плачевном состоянии? Вы думаете, мы их не кормим? Они ходят голодные, холодные. Каждый это все знает. У них нет ни одежды, ничего. В Симферополе и Пригороде за последние дни обнаружены десятки пустых квартир, которые сняли характерные парни с Майдана. Постояльцы из Киева здесь так и не появились. Антон Степаненко, Евгений Лямин, Алена Иваниченко, Первый канал, Крым. Происходящее на Украине сегодня стало предметом совещания Владимира Путина с членами...